Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Очень трудно найти себя, будучи взрослым. Это не так трудно, если мы понимаем наши ориентиры, наши ценности, наше желание, наши приоритеты. Но вот, если мы слышим свою внутреннюю антенку, если угодно, если мы это все делаем, то это не так уж и сложно. Я никогда не видел поддержки и одобрения со стороны близкого человека. А здесь довольно много агрессии побавлены, что в частности проявляется в обиде. Вот обида, помимо того, что является таким способом избежать какого-то неприятного факта, не проживать сего, переложить ответственность на другого человека за то, что плохо мне. Помимо того, что это ожидания определенные от человека, как правило, совершенно неоправданные и не имеющие ничего общего с реальностью, вот обида это еще и способ обратиться со злостью. То есть, несложно догадаться, что в обиде человек свое непринятие, свое такое вот, ну, условно говоря, свое несогласие, да, значит, как бы так погружает, да, погружает вглубь себя, вот, оставляя на поверхности только такую вот пенку небольшой такой токсичности, вот, может быть, ироничности, может быть, сарказма, может быть, надменности, вот, но основная масса вот этого недовольства, агрессия, а в основе чего-то, что хочу я, чего-то, что нужно мне, чего-то, что важно мне, все это погружается вглубь. И вот в этой глубине человек ожидает, что, ну, вот сейчас его услышат, сейчас его поймут, и все будет хорошо, ну, как бы, так не случается, к сожалению, к сожалению. А мать обожала меня шпинять, высмеивать на людях за какие-то мои промахи, дом и постоянно ругала. Ну, довольно, опять же, очевидно, что если кто-то близкий и, как следствие, важно говорить тебе постоянно, чтобы, то рано или поздно, если человек не видит каких-то альтернатив, и не видит каких-то для себя способов проявления, проложения маршрутов своего поведения, вот, то, в общем-то, появляется вера в то, что говорит другой человек. Он говорит это постоянно, он говорит это с авторитетом, он подкрепляет это на уровне, скажем так, инстинктов, вот, то есть на уровне оперантного научения подкрепляется это, вот, и, в общем-то, происходит вера. Происходит, таким образом, появление веры в то, что, действительно, вот то, как про меня говорят, это так и есть. Среди дачи видно, что первейшая задача здесь является эмоциональное проложение своего собственного маршрута, в том числе по тем вещам, которые, ну, до сих пор не прожились, да, и, совершенно очевидно, здесь является необходимым закрытием всех непрожитых ситуаций посредством своей, собственно, активности и проявления, проявления и выражения себя так, как вам бы того хотелось в тех ситуациях, возможно, в каких-то ситуациях в настоящее время, потому что, вот, при таком моменте, скажем так, ну, вот, в настоящее время вряд ли вы особенно можете похвастаться выражением своих чувств, оставиванием своих личных границ и, ну, вообще, в целом каком-то заявлении о себе. Вот. Причиненность не трудно, было бы, конечно, ладно. Ну, тут эта история про то, что вы понимаете рационально, что, как бы, вся эта история, вся эта линия поведения, она не про вас, она про проблемы человека, который решал их на ваш счет, но вот, как бы, сознание осознанием, а эмоциональная составляющая, что называется, мне дает покоя, она постоянно, постоянно, значит, напоминает о себе неприятными ощущениями и чувствами. Ее родня, кроме моего дедушки, тем не менее, выделявшего на фоне остальных своего любимчика и моей двоюродной старшей сестры, старшей на девять лет застрялся ко мне в том же духе. По сложности данного предложения, используя еще такой, очень, ну, как бы, такой не просто сочиненный, а причастный оборот, вот, мы понимаем, что сублимируется здесь какого-то количества энергии куда-то. Например, то, что для вас почему-то вот родные по крови, в кавычках, люди, ну, имеют такое важное базовое значение, едва ли не верховенствующие, едва ли не главенствующие, то есть, в определенной степени вы при выстраивании коммуникации даете предпочтение родным людям, нежели чем людям, которые, собственно, смотрят на вас, что называется, непредвзято. Да? Здесь это, скорее всего, связь, связан с тем, что вам кажется, что выстраивание отношений с разными людьми более безопасно и более легче, более проще, вот, хотя весь ваш опыт показывает, что это не так, вот. Но альтернатива, скорее всего, еще более тревожна, в смысле того, что вот с незнакомыми-то людьми придется о себе заявлять, да, придется себя как-то располагать, придется себя как-то презентовать, а что презентовать, в общем-то, непонятно, а у родных людей, типа, нет выбора, ну, они должны все равно хоть как-то меня принимать и хоть как-то со мной взаимодействовать, взаимодействовать. Ну, вот они хоть как-то с вами и взаимодействовали, и, ну, на мой взгляд, скорее всего, и взаимодействуют. Вот. То есть родственники, родственники, родственники у вас, по сути, фигурируют здесь, и как будто бы вот никакой жизни вашей, кроме, собственно, родственников, вообще, вообще не видно. Дед более-менее любил сестра, наверное, тоже. Во-первых, как вы делаете вывод, что вас любили? Это одно из самых таких серьезных заблуждений человека, что он может почувствовать любовь другого. Нет, мы можем почувствовать какие-то действительно действия со стороны человека, да, то есть мы можем увидеть там проявление заботы, мы можем увидеть проявление ласки, мы можем увидеть помощь какую-то, да, вот, но говорить о чувствах абсолютно беспочвенно, потому что чем руководствуется такой человек в своих действиях абсолютно непонятно. И здесь вы демонстрируете отрыв вот своих ощущений по отношению к человеку, а это то, что можно на самом деле почувствовать, то, что на самом деле можно увидеть своим внутренним взором, и переключение на то, как ко мне относятся другие, попытку увидеть других любовь к вам. Вот. Это история про присваивание, то есть про перенос, то есть если я смотрю на другого человека, пытаюсь понять, любить ли он меня, это история про то, что я запрещаю себе любить себя и принимать себя, поэтому вот с этим тоже нужно работать. Заслышав негативные реплики в мою сторону своего отца, она сразу вторила ему. Да, то есть у вас вот тут вот обиды, повторюсь, дело не столько в обидах, хотя и они тоже. Дело в том, что кроме родственников, как будто бы у вас ничего нет, вот по вашему тексту складывается именно такое впечатление, вот, самое главное, в моей жизни это мои родственники. Вот. И я отец жил в другом городе, потому такие милые сцены, заставляющие меня задуматься о том, что есть любовь и есть предательство случайно, они назывались нечасто. Здесь вы ходите в рационализацию, пытаясь увидеть, что есть любовь, а что есть предательство. На самом деле, любовь и предательство, это просто слова, которые, скажем так, отражают определенные состояния, причем состояния актуальны для каждого конкретного человека, но только про вас. мы не можем говорить в этих терминах про других людей в принципе, потому что мы не знаем, была ли любовь и было ли соответственно предательство. На мой взгляд, любовью является то, когда человек заинтересован в развитии другого человека и принимает его таким, как он есть, четко и честно признавая в себе в том, что есть вещи, которые ему не нравятся, но для себя решают оставаться с этим человеком, не смотря на эти вещи. А предательство является таким довольно интересным феноменом, когда человек делает что-то, что прямо будет болезненно воспринято другим, но сожалеет об этом. Вот это предательство, если человек не жалеет о том, что он сделал болезненно воспринимающегося другим, это не предательство. И это мы еще с вами не затронули аспект болезненного восприятия, потому что оно базируется на ожиданиях от другого человека. А те, в свою очередь, на наших потребностях, ответственность за которые мы прикладываем, собственно говоря, на других людей. Иными словами, не хочется, чтобы тебя предавали, ничего не жди, ничего от людей. А сестра со мной не общается с коронавирусной парой. Причина здесь в данном случае не раскрывается, равно как не раскрывается и восприятие. Ну не общается, не общается. Как бы, как вы это восприняли? Тогда и отец с моей матерью не поделили наследство, это при наличии оставленного у нотариуса завещания. Дядя подал в суд. Отец, мать, дядя ваших родственников в данном случае можно запутаться немножко. Сестра полностью переняла позицию своего папы не общение с какашками. Здесь, ну, несколько отрывисто написан текст ваш. Вот, и не совсем очевидна та мысль, которую вы хотите донести. Помимо того, что вы просто, ну, очевидно, жалуетесь на людей. При этом я никак не вступала в дискуссии и ссоры наследников. Хотели, не хотели, почему не вступали? Самое удивительное, что лет 28, то есть практически всегда, ожидала покой развития событий, все ждала и ждала. А зачем? Скажите, пожалуйста, чего-то ждать. Почему не жить в своей жизни? Почти перестала, почти поверила и наконец сверчилась. А что случилось? Как найти себя? Сказал, как переживать и выпнуть навсегда обиду на родственников, избавиться от надежды на их признание. Прожить эти чувства и заняться своей жизнью. Что на данный момент вашим родственникам признавать вас? Что именно? Вот попробуйте увидеть. Хорошо, вот к вам пришел родственник и сказал, слушай, я тебя признаю, ты мне только покажи, что. Вот что мне в тебя признать? Что мне в тебе признать? Неужели взрослой 40-летней женщине было дистанцировать до отменения паперов и уничтожить на оприча от него? Нет. Всякий раз, слышав от кого-то историю про мой сестру, братом, дядей отправились к ребятам и стиральной машиной и новыми тапочками, я внутренне напрягаюсь со счетом беспокойства. Боюсь, например, что он спросит меня, мне ответить нечего. Родственники не брали меня никогда. Это никуда. Это про стыд. И стыд связан со злостью, которую вы так же себе подавляете. Злость необходима для того, чтобы проявлять себя. Вот. По сути, я бы сказал, что вы не защищаете свои границы личные. Вот. Вы не отстаиваете свои интересы. Вот. И вы ждете от людей вот того, что они сделают определенную работу за вас. Вот. То есть признание выглядит здесь именно как ожидание от людей, что они сделают за вас работу, которую нужно сделать исключительно вам. А вам не хочется эту работу делать по причине наличия страхов определенных, которые необходимо вычленить и с ними поработать. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать с собой работу и сформулировать базовые постулаты для психотерапии. Всего вам самого доброго. Продолжение следует... Продолжение следует...